В Нижнем городе трудовой доблести Тагилия, в тамошнем Тагилстроевском районном суде, был вынесен приговор 21-летнему бухому бесправному автоубийце, который в октябре прошлого крысокосного года на Вишневой девятке влетел в толпу пешеходов, покалечил 6 человек, а через сутки одна из сбитых пешеходок умерла в реанимации. Мы об этом пьяном смертельном замесе в свое время подробно рассказывали. Однако в связи с вердиктом Фемиды, позвольте вкратце взрыхлить фабулу преступления в памяти. Дело было 3 октября в 10 часов утра. Несмотря на ранний час, 21-летний пилот девятки был уже накидан. Позже в его ротовом отверстии алкотестер нанюхал 0,78 мг на литр. Этот молодой водил вообще казался бухарем-рецидивистом. В марте 2019 года гаишники его отловили пьяным, лишили прав на полтора года. В сентябре 2019 года он снова попался пьяным, к тому же еще и бесправным. За рецидив против него возбудили уголовку по 264 прим, а это до двух лет зоны в пиком случае. Сидел он или нет, не сообщается, но факт, что 3 октября 2020 года этот парниша с утра пораньше нахлобучился, посадил в девятку двух своих знакомых барышень и поехал кататься по Нижнему Тагилу. Пьяные и по-прежнему бесправные. Не, ну согласитесь, если человек регулярно катается пьяным за рулем, он реально опасен для общества. И 3 октября автобухарь это подтвердил на деле. Вишневая девятка катилась по Победы и на перекресток с условным названием Попа, ну то есть Победы Пархоменко, вылетела на Красный. А в это время со встречки налево на Пархоменко поворачивала Деу Нексия. Девятина ударила ее в угол и отбросила на Шкоду Рапид. А сама, уже неуправляемая девятка, поехала вправо на тротуар, просвистела мимо железного столба со знаком свыше и снесла трех пешеходов, точнее пешеходок, 57, 61 и 65 лет от роду. Через сутки 57-летняя сбитая женщина умерла в больнице. Помимо двух пешеходок в аварии также пострадали две пассажирки девятки и водитель Нексии. Против виновника замеса возбудили две уголовки по 264 части 4, это пьяное автоубийство, и опять-таки по 264 прим, повторное пьяное руление в течение одного года. Убийцу оставили на свободе под подпиской о невыезде, хотя надо было оставить под подпиской о невыезде за рулем автомобиля. Вы думаете, за время следствия этот автобухарь сделал какие-то выводы? Какой там? В мае текущего года он снова попался пьяным за рулем. В Тагилстроевском суде во время прения сторон гособвинитель потребовал для бухого бесправного автоубийцы по совокупности двух статей 10 лет неволи. Судья включил режим гуманизм и дал чуть меньше – 8,5 лет зоны общего режима. Под стражу автоубийцу взяли в зале суда. Также по приговору он должен выплатить сыну погибшей пешеходки 64 тысячи рублей за материальный урон и полтора миллиона рублей за моральный, плюс еще полмиллиона рублей морального ущерба пострадавшей в аварии пешеходки. Итого более двух миллионов. Как сказал сын погибшей женщины, интернет-газете в tagile.ru, цитирую, «до пенсии будет платить». Конец цитаты. Ну и на посажок пообещал этот приговор в суде высшей инстанции не обжаловать.